В эфире Дагестанское радио. С обзором основных событий итоговый информационный выпуск «Вести недели» в студии Бедернисе Гусейнова. Здравствуйте. В Махачкалье прошел межведомственный форум по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на Северном Кавказе с участием полпреда президента в Северокавказском федеральном округе Сергея Миликова. Форум позволил всем присутствующим выразить свое мнение по ключевым вопросам. Безработица и имущественное расслоение социально-экономические проблемы. Именно в этом, уверены участники форума, кроется главной причиной процветания экстремизма и терроризма. Об этом рассказал и фильм «Спасите наши души», который предложили просмотреть участникам, как затравку к предстоящей дискуссии о том, что делать и как бороться с агрессией бандитов. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Сергей Миликов уверяет, планы по дестабилизации ситуации в регионе у бандитов провальные. Главная цель идеологии террористов – завлечь в свои бандитские ряды как можно больше молодых людей. И нам необходимо действовать точно так же. Я хотел бы нацелить вас на расширение взаимодействия с институтами экономического развития, созданными в округе. Прежде всего я говорю о недавно созданном под кураторством Александра Геннадьевича Хлопонина в Министерстве по делам Северного Кавказа. Отдельное упоминание требует работы в молодежной среде. Мы все понимаем, что молодые люди на сегодняшний день являются приоритетной целью для идеологов всех экстремистских доктрин – и политических, и религиозных, и иных. Соответственно, и для нас с вами молодежь должна стать главным центром приложения усилий. Более 600 терактов, постоянные обстрелы и подрывы последних десятилетий для всей страны выдались особенно сложными. Невосполнимые потери среди видных общественных и государственных деятелей, правоохранительных органов и гражданских лиц. Однако, по словам начальника ГУ МВД России по СКФО Сергея Ченчика, за последние годы обстановку удалось значительно переломить. В 2009 году нам удалось снизить значительно потери среди сотрудников правопорядка и гражданских лиц в Северокавказском федеральном округе. Если в 2009 году потери – это погибшие, раненые, получившие увечья, это количество было 1015 человек, то в 2013 году эти потери составили 472 человека. Безусловно, это большие страшные цифры, за каждой цифрой стоит судьба человека, но тем не менее это снижение более чем на 50%. По словам председателя правительства Дагестана Абдуса Мадагамидова, за последний год количество преступлений террористической направленности в Дагестане значительно сократилось. За последний год в этой сфере достигнут определенные результаты. Количество преступлений террористической направленности в Дагестане значительно сократилось. Был нейтрализован ряд главарей, сократилось число терактов, количество жертв. Можно сказать, что уже начинает расшираться перелом. Мировой опыт показывает, что необходимым условием преодоления экстремизма является победа в борьбе за сердце и умы людей. Без этого все достижения силовых мер будут носить временный непрочный характер. Экстремизм сеет невежество, отмечают участники форума. Низкий уровень образования, незнание собственной истории, традиций и корней. Воспитательная работа давно не прерогатива школьных учителей. Да и заниматься идеологическим и патриотическим воспитанием нужно куда раньше – с детсада. В республике действуют более 200 исламских учебных заведений. О том, что несут в массы, малоизвестно, не говоря уже о наличии у этих учреждений лицензий и других документов. По 39 учителям общеобразовательных сельских школ республики собраны материалы. Эти педагоги в поле зрения полиции, как распространители экстремистской идеологии. О работе, проводимой Министерством образования, науки и молодежной политики Дагестана по патриотическому воспитанию детей и молодежи и противодействию идеологии экстремизма, рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Заур Курбанов. Большая часть социальной сферы, в которой крутится молодежь, она скучна на муниципальный уровень. И зачастую смена руководителя образовательной организации, я уже не говорю о смене руководителя управления образованием, это все наталкивается порой на достаточно серьезные разговоры, беседы и противостояния. Форум длился в течение всего дня. Во второй его части говорили о том, как обеспечить занятость молодежи, чтобы она не поддалась вербовке и негативному влиянию экстремистских групп. Основной упор был сделан на работе правоохранительных органов, пропаганде и идеологическом противодействии через СМИ. В рамках круглого стола также выступил министр печати и информации Азнаур Аджиев. Форум позволил всем участникам выразить свое мнение по ключевым вопросам. Были выработаны конкретные предложения. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов уверяет. Я рад, что на принципиальных позициях стоит и прокурор республики, и председатель суда, и руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний, другие руководители сегодня, которые выступали и которые руководят направлениями своей деятельности весьма успешно. И я хотел сказать, что, собственно говоря, какой-то такой трагедии или ситуации, которая является безысходной и требует немедленного принятия решения, на сегодняшний день ее в Дагестане нет. Если бы она была, мы бы тогда не форум проводили, а проводили бы, наверное, заседание оперативного штаба, на котором принимали бы какие-то решения. Сегодня ситуация в Дагестане соответствует тем угрозам и вызовам, которые обусловлены в Дагестане предшествующими десятилетиями событий. Прививку от экстремизма, отмечали выступавшие, необходимо делать еще в школе. Все это при большой работе и учителей, и родителей, и общественности, и чиновников, ибо это наша общая задача – поселить мир и покой на родной земле. В рамках рабочей поездки в Дагестан Сергей Миликов побывал и на базе отдыха «Дельфин», где в настоящее время проживает 96 беженцев из юго-востока Украины. Осмотрев условия проживания людей, он выразил благодарность руководству республики и базы отдыха за помощь и поддержку беженца. В свою очередь беженцы поблагодарили дагестанцев за теплый прием, за оказываемую им моральную и материальную поддержку и заботу. Они интересовались вопросами трудоустройства, оформления гражданства и ряда документов. Министр труда и социального развития Дагестана Малик Баглеев сообщил, что для всех беженцев организована ярмарка вакансий, где им будет предложена работа. Баглеев также отметил, что в настоящее время министерствам оказывается необходимая социально-психологическая помощь, прорабатываются варианты занятости с учетом собираемых данных по специальности, опыту работы, профессиональным навыкам этих людей. Всего в Дагестане на сегодня около 400 беженцев из Украины, 121 из которых дети. Подавляющее большинство размещено в санаториях. Многие дагестанцы готовы принять в свои семьи оставшихся без крова. Организован сбор средств и вещей первой необходимости, таких как одежда, предметы гигиены, продукты питания, в том числе и детского, говорит уполномоченный по защите семьи, материнства и прав ребенка Интизар Мамутаева. Среди детей находятся дети грудного возраста, грудные дети. Им необходимо детское питание. Поэтому опять-таки хочу обратиться всем нашим дагестанцам, у которых есть возможности. Какие возможности? Очень много частных магазинов, частных торговых точек, которые могут оказать возможную посильную помощь тем, кто сегодня нуждается в этом. И тем более этот месяц, свершенный месяц Рамазан. Все, что делается, это Всевышний принимает. И, наверное, этим людям вернется это намного раз больше. Председатель правительства Республики Абдусам Адгамидов принял участие в торжественном открытии нового административного корпуса в Дагестанском государственном техническом университете. Он поздравил руководство и преподавательский состав вуза, выразил благодарность ректору университета Тагеру Исмаилову за проделанную работу и отметил важность события как для учебного заведения, так и для республики в целом. Это, наверное, самое важное, то, что мы сегодня делаем. И очень благодарен ректору Тагеру Абдурушидовичу. Как вы уже слышали, он сказал это за внебюджетные средства, поэтому семь лет строили. К сожалению, сегодня у республики, у государства нет таких средств, когда мы должны такие учебные корпусы строить за год-два, создавать условия нашим студентам, нашим детям. Также гости осмотрели новое здание, в котором предусмотрены помещения для проведения конференций и рабочие кабинеты. На первом этаже планируется разместить вузовский музей. Совещание в управлении ГИБДД Республики, состоявшееся 2 июля, немного отличалось от обычного. Почетные места, занятые ветеранами службы ГАИ, грамоты, медали, слова благодарности в адресе действующих сотрудников и тех, кто давно на заслуженном отдыхе, звучали здесь от имени руководства и глав муниципалитетов. Служба ГАИ была создана 78 лет назад. Все эти годы сотрудники обеспечивали безопасность на дорогах. За активное участие многие из них были поощрены денежными премиями и памятными подарками. Торжественное собрание завершилось возложением цветов к мемориалу погибшим сотрудникам за все годы существования службы ГАИ. Начальник управления ГИБДД МВД Дагестана Валерий Громов о мероприятии в целом. Был собран личный состав управления и ветераны, конечно. Без ветеранов мы этот праздник не празднуем. Были ветераны собраны. Поздравления, памятные подарки. И по нашей традиции возложение цветов к памятнику погибших наших сотрудников. Безопасных дорог в республике и в целом в Российской Федерации. Чтобы участники дорожного движения относились с уважением и не нарушали правила. Некогда излюбленное место отдыха летом – городской столичный пляж – с каждым годом теряло популярность среди махачкалинцев. Всему виной истрепавшаяся инфраструктура пляжа. Нередко виной тому и сами отдыхающие. С этого года новыми властями столицы уделяется особое внимание городскому пляжу. О том, какие преобразования уже заметны, расскажет наш корреспондент. Арина Салимова приехала издалека, из татарского города Азнакаева. Для отдыха они с сестрой и мамой выбрали именно махачкалу. И ежедневно ходят на городской пляж. Очень рады гостеприимству, нравится климат и море. Когда вот холодно, вода теплая. А когда жарко – холодно. Не секрет, что местные жители не очень настроены проводить здесь лето. Но так было раньше. После реконструкции пляж изменился до неузнаваемости, говорят местные любители морского отдыха. В воскресенье я был позавчера. И здесь стоят местные люди. Полные. На этот раз власти города были настроены решительно. В течение двух месяцев, что ни день, то велись работы по обновлению территории пляжа. Учли предложение всех. Экспертами при ремонте выступили завсегдатые городского пляжа. Они поделились своим видением нового облика, их излюбленного места отдыха. Пожеланиями старались почти все исполнять. Их пожелания все. Некоторые требуют, чтобы в другом месте были скамейки, одно место поставили. Нагомойки по другому. По их требованиям старались максимально подгонять. Вы сами видите, какая красота. Кто разбирается в этой красоте, они очень хорошо отзываются. Что такое спокойно отдыхать на родном пляже, горожане забыли давно. Везде был мусор, скамейки все поломаны, не было нормальных раздевалок и душевых. Теперь же ситуация кардинальным образом изменилась. Пляж выглядит, как с картинок островов. Но культура отдыхающих все же оставляет желать лучшего. Поставили итальянские такие красивые краники, эти ногомойки. В тот же день поломали, пришлось на следующий день поменять вот эти все. И сейчас более-менее такие крепкие поставили, чтобы не ломали. У берегов постоянно патрулируют уборщицы, сохранить чистоту – главная цель в дирекции пляжа. Новости культуры Ансамбль танца Дагестанского технического университета «Вершины Кавказа» представила республику на международном фестивале «Студенческая весна на Кавказе», который проходил в Ставрополе. Коллектив технического университета представил в нем два номера. Танец «Мой Дагестан», который смог донести до зрителя культуру и танца разных народов страны гор, и приветственную лесгинку, поразившей зрителей азартом юноши и грацией девушек. О спорте. 2 июля свой профессиональный праздник отметили спортивные журналисты. В этот день, 90 лет назад, в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы. Министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов поздравил спортивных журналистов Республики с профессиональным праздником. «Благодаря вашим статьям, фотографиям и репортажам мы испытываем чувство гордости за наших спортсменов, за Республику и страну. Вы вносите неоценимый вклад в пропаганду здорового образа жизни. Не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь к новым вершинам», – говорилось в поздравлении министра. В честь профессионального праздника Магомед Магомедов поощрил журналистов, освещающих деятельность спортивного ведомства. В Казбековский район на республиканские туристско-краевические соревнования съехались десятки дагестанских ребят. Здесь им предстоит проявить навыки жизни в условиях, далеких от привычных. В течение нескольких дней юных жителей палаточного городка ожидают состязания на смелость, находчивость и выносливость. Слово нашему корреспонденту. Высоко в горах в Казбековском районе раскинулась поляна Салатавия. И вот уже в 60-й раз ребята с городов и районов Дагестана приезжают сюда на республиканские туристско-краевические соревнования. 30 команд будут состязаться в умении и ловкости, чтобы быть первыми. Участники раскинули палаточный лагерь, создавая уют и с нетерпением ожидают торжественной части соревнований. Открытие. Я поздравляю вас и желаю вам успешного выступления на этих соревнованиях. Вы составляете гордость молодежи нашей республики. Вы вносите огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. Я благодарен вашим наставникам, нашим сотрудникам телевидения, которые очень много делают для того, чтобы поддержать все, что исходит из вашего присутствия и вашей принадлежности к Токсовскому движению. Первый день соревнования оказался самым трудным. Ребята прошли три конкурса. Это краеведение, комбинированная пожарная эстафета и конкурсная программа. По краеведению один из участников должен был представить и защитить свой доклад о природном наследии родного края. Я думаю, что если узнать всю историю, я хочу, чтобы поколение, наследие их, чтобы быть, как они, чтобы думать, поступать, как они. Они учат многому сохранить все это исследование, чтобы передать своим потомкам, тоже рассказать им. Все испытания оценивает профессиональная судейская коллегия, ведь именно они начисляют штрафы. Несмотря на то, что на дворе 21 век, век интернет-технологий, всевозможных гаджетов, каждый из ребят, находясь вдали от благ цивилизации, нашел для себя занятие по душе. Главное в таких соревнованиях не победа, а, конечно же, участие. И у юных туристов все еще впереди. Ведь для счастья надо совсем немного. Горы, солнце, чистый воздух и туризм. Вопросы ученому, доктору Аль-Кардаги. Какова позиция ислама в отношении правительств, придерживающихся светской ориентации в управлении государством, а также в отношении властных структур, чиновников и сотрудников силовых структур? Если в государстве соблюдаются права мусульман на исполнении обрядов, молитв и тому подобное, то нужно стараться сохранить свою веру, призывая к благу, прицать осуждаемое и побуждать к отобряемому, вести проповедь. Если мусульмане будут действовать с мудростью и добрым увещеванием, достигая своих целей политическими и дипломатическими средствами, ведя конструктивный диалог, без спешки, руководствуясь принципом постепенности, то они с дозволения Всевышнего Аллаха достигнут того, к чему стремятся. Подробнее на kardagi.ru Это был итоговый информационный выпуск Вести Дагестан. Над выпуском работали Шарипат Шульгина, Фарида Чубанова, Джаниат Хасаева. Вела выпуск Бедерниси Гусейнова, звукорежиссер программы Мумина Талиева. Мы прощаемся, желаем добрых новостей и хороших выходных.